Видео создано при поддержке сообщества Switch Break ВКонтакте, ссылочка в описании. Ну наконец-то, Rockstar таки освободила Red Dead Redemption из плена старых платформ, где игра застряла на долгие 13 лет и наконец-то выпустила RDR на Nintendo Switch. Но есть один нюанс. Rockstar просит за порт игры 13-летней давности 50 долларов, а самое смешное в этой ситуации это то, что они опять отдали портирование своей культовой игры какой-то ноунейм студии. Решение, мягко говоря, неоднозначное. Неужели Rockstar Games наступила на те же грабли дважды, блин? И неужели нас ждет повторение истории с GTA Definitive Edition, но на этот раз на Диком Западе? Что ж, давайте же глянем, что из себя представляет RDR-1 на Nintendo Switch. Ну и начнем мы с разработчиков. На этот раз, слава богу, Rockstar'ам хватило ума не доверить проект такого калибра студии Grove Street Games, которая себя уже однажды проявила с помощью GTA Definitive Edition. Новых ребят зовут Double Eleven Games, и если без шуток, ребята довольно-таки известные. Если зайти к ним в портфолио, то помимо RDR'а мы увидим с вами Fallout 76, консольная версия Rasta, Crackdown 3, парочка игр для мертвой PlayStation Vita, ну и в целом вот так вот, если посмотреть на послужной список студий, ну это... Выгребная яма, заполненная говном. Но в конце концов это все не важно, ведь Red Dead Redemption 1 работает на Nintendo Switch просто феноменально. Да, они смогли. У них получился отличный порт культовой игры Rockstar Games на самую лучшую портативку. И я вам больше даже скажу, эта игра должна быть у каждого владельца Nintendo Switch. И сейчас объясню. Во-первых, да, наконец-то спустя 13 лет в одну из лучших игр Rockstar Games добавили поддержку русского языка. Не только субтитры и меню переведено на русский язык. Вообще весь текст в игре вы можете спокойно прочитать на родном русском языке. Это очень приятно. Когда открываешь карту, ты видишь, что каждый регион подписан родной кириллицей. И это реально греет душу, ведь они могли этого не делать. Откровенно говоря, порт RDR 1 это уже событие. Люди бы и так бы схавали, но не запарились и добавили русский язык. Это очень приятно. И при всем уважении, да, многие знают английский язык. Но из-за того, что в RDR используется говор тех лет, к сожалению, не все английские слова можно распознать. Многие предложения звучат как какая-то белиберда. И субтитры реально помогают справиться с этой проблемой. Да и в целом просто приятно, что есть поддержка русского языка. Спустя 13 лет. Я не знаю, чья это была инициатива, Rockstar'ов или Double Eleven, но они молодцы. Реально, респект. Сделано качественно. Ну а теперь пришло время обсудить то, как же игра выглядит на Nintendo Switch. Да, поднимаем тему графона. Сейчас уже шутники в комментах пишут. Ха-ха, Switch и графон, вот это шутка, как это возможно. Но на самом деле Switch довольно-таки мощная портативка. И RDR выглядит отлично. Видно, что это старая игра, да, но здесь нет никакого мыла и никакого вот этого лютого просада FPS, который был на PlayStation 3 в свое время. Игра работает четко, стабильно, как швейцарские часы. Максимально качественный порт. В портативном режиме RDR работает так же стабильно и выглядит очень хорошо. Очень четко, ярко, насыщенно. На OLED играть одно удовольствие. И для меня это важно, ведь для меня Nintendo Switch в первую очередь это портативка. И только потом уже гибридная консоль, которую я подключаю к телевизору. И, к слову, о подключении к телевизору. Игрушка имеет довольно-таки хорошее сглаживание. То есть персонажи все выглядят максимально четко и лишены хоть какого-либо мыла, что очень приятно. Но если картинку зазумить, ну да, уже заметно, что разрешение не такое большое. И на 55 дюймах, если вы сидите, как я, в метре от телевизора, на зданиях, которые находятся далеко от персонажей, можно заметить лесенки. Но скажу вам так, как человек, который игру прошел на Xbox, Series X в 4К с максимальным сглаживанием, с HDR, это вообще незаметно. И это я к тому, что играть даже не в портативе, а на телевизоре в RDR можно с максимальным комфортом. И я знаю, да, я вот тут сижу, распинаюсь, так расхваливаю эту версию для Nintendo Switch, как будто это какая-то новая невероятная игра. Но, извините меня, я ожидал в разы, в десятки раз даже, более фиговый результат от студии, средняя оценка игр которых на Metacritic примерно 1, может быть, 3 балла от игроков. То есть мы с вами получили, на удивление, качественный порт. И это все на контрасте того, что у нас было с вами в прошлом с GTA Definitive Edition. Так что я потрясен, честно скажу, этой небольшой, но, судя по всему, очень талантливой студии, которая взяла волю в кулак, посмотрела, как сделали ее предшественники, решила ничего не повторять и сделать качественно и по-своему. И самое главное, что меня очень радует в версии на Nintendo Switch, здесь не видно ни грамма, ни пикселя, вот вообще даже мельчайшей какой-то работы искусственного интеллекта, который дорисовывал картинку, как вы помните, в Definitive Edition, из-за чего игра превратилась в пластиковое месиво с максимально мерзотно выглядящими персонажами. Всего этого в RDR нет. Все сделано вручную, качественно и, может быть, они использовали какой-то там апскейлер для текстур, чтобы их подогнать под более современный формат, но это абсолютно незаметно. Игра выглядит реалистично и все выглядит максимально лаконично. Ничего не выделяется, нет такого ощущения, что персонажи из какого-то пластика слеплены. Все сделано максимально вот по стандартам Rockstar Games. И я уверен, в комментах меня попытаются смешать с понятной субстанцией, все будут говорить, что вот как ты так идешь против народа, все ненавидят эту версию RDR 1, а ты ее почему-то хвалишь, так еще и на Nintendo Switch, мы все ждали ремейк уровня там с графоном как у RDR 2, а тут вышел просто порт, как так, мы недовольны. Но давайте будем так просто, ну честны друг с другом. Я понимал, что если игра и выйдет на Nintendo Switch, а это был всего лишь вопрос времени, она будет с графоном уровня Xbox 360 и PlayStation 3. И я молился на хотя бы какую-то стабильную производительность. В итоге картинка лучше и производительность на отличном уровне. На удивление, они сделали больше, чем минимально я требовал от современной Rockstar Games и No Name Studio, которая никогда не делала проекты такого масштаба. Так что да, в этом плане я хвалю Rockstar Games и Double Eleven Studios, или как они там называются. Ведь благодаря их совместным усилиям на Nintendo Switch теперь есть игра такого высочайшего калибра. И самое интересное во всей этой ситуации даже не то, что эта версия не вышла для ПК, и то, что Switch для Rockstar важнее, чем ПК-платформа, это конечно тот еще прикол, но я не об этом. Самое интересное это то, что RDR 1 сделана на базе улучшенной версии движка от GTA 4. То есть RDR 1 графически более совершенная игра, чем GTA 4. А это значит, что выпустить GTA 4 на Switch это более чем реально и это возможно. Это лишь вопрос времени. И уже была куча слухов о том, что готовится якобы ремейк, такой же как и RDR 1, но GTA 4. И судя по тому, что мы видим, скорее всего в конце этого года, в начале следующего года, GTA 4 таки выйдет на Nintendo Switch. И это будет уже разрыв всего. Если порт GTA 4 будет такого же уровня, как RDR 1, это будет просто космос. Это будет означать лишь одно, что не за горами с релизом, может быть, новой версии Nintendo Switch, мы дождемся таки порт GTA 5. Для портативной, на секундочку, консоли от Nintendo. Короче говоря, у Rockstar'ов есть большие планы, это еще мягко сказано, на Nintendo и ее платформу. Так что мне лишь интереснее от этого наблюдать за всей этой ситуацией. И в конце хочется сказать так. Не слушайте весь этот холивар в интернетах и берите смело RDR 1 на Nintendo Switch. Ну а мы с вами пока еще не прощаемся с RDR 1. Как минимум я сделаю еще одно видео, посвященное DLC под названием Undead Nightmare, который идет в комплекте к основной игре. И это трэш-угар и просто безумие. Это приключение главного героя нашего на Зиком Западе в зомби-апокалипсисе. Короче, безумно веселая игра и об этом надо будет поговорить. Во втором же видео вам расскажу уже все свои мысли о том, какая получилась версия на Nintendo Switch. И если я найду хотя бы один баг, какую-то ошибку, обязательно расскажу об этом в следующем видео. Поэтому подписывайтесь на канал, если вы еще почему-то не подписаны. Ставьте лайки и пишите в комменты, как вам RDR 1 на Nintendo Switch. Ждете ли вы GTA 4? На Switch, а это более чем реально. И будете ли вы в октябре брать физическую версию RDR 1 на картридже? Это будет отличный прям подарок какому-нибудь близкому другу на день рождения. В общем, лучшие комменты лайкаю, на все стараюсь отвечать. До скорых встреч! Пока-пока!